Футбол с национальным колоритом. В эту субботу «Динамо Юни» было чуточку живее обычного. Почему? Все просто. Тут прошел финальный матч Кубка регионов. Ивацевич и Дюзш против партизана. Финал главного турнира любителей ощущался как самый настоящий матч профессионалов. Баннеры, фан-сектор. Юные болельщики тоже на месте. А еще и вкусные пирожки. Только они для зрителей постарше. Косюясь конюшину перед стартовым свистком. И заряд сектора партизана. Партизан! Партизан! Начало получилось шумным. Януш поймал волну и руководил своими отбровки. Возможно, не от хорошей жизни. Все у солигарчан было как-то не в попад. Игроки, которые играют на своем багаже. Это не то, что я прошу, потому что в раздевалке я говорю одно, на планшете показываю что-то. Но ребята выходят и играют то, что не умеют. Они не могут сразу сделать то, что я прошу. Зато Ивацевичи шанс отыскали. Под самый конец первого тайма. Кросс на дальнюю штангу и мяч в сетке. Как-то и надломил гол в раздевалку. Это одну бросишь, вышли. И опять второй гол с раздевалки. Вы бы зашли к нам в раздевалку, увидели, с какими лицами игроки прямо после гола вернулись. Это совсем другое. Какими они уходили, какими они вернулись. Это две разных команд, два разных состава. Неожиданно активизировались болельщики Ивацевичей. Тут, в отличие от партизана, стабильного сектора нет. Но на финал собрались. Много наших детей, воспитанников, которые занимаются в спортивной школе вместе с родителями, поддержать команду. Второй тайм стартовал ровно. Солигарчане старались забрать мяч и креативить впереди. Только вот Ивацевичи на эту игру собрались, как на последний бой. Далее неудачный отскок от защитника и второй мяч влетает в ворота партизана. Честно, где-то в глубине души не рассчитывал на победу. Но вера была всегда. Отборолись так, как следует бороться именно победителю финала. Есть немного везения в футболе, на самом деле. Везения в этот раз на нашей стороне. Контролировали мяч. У нас немного лучше что-то получилось. Дмитрий Милевский своими парнями руководил с трибун. Отбывал дисквалификацию. Тренер не мог усидеть на месте. Теперь жалеет. Был вынужден пропустить такой матч. Я вам скажу с трибуны, когда ты не можешь вообще ни на что повлиять, это в два раза труднее. В два раза труднее. Но на ошибках учатся, ошибки исключают, над ошибками работают, чем сейчас я занимаюсь. В дальнейшем. Партизан так и не размочил счет. 2-0 и триумф победителей из Ивацевичей. Погнались за двумя зайцами. Как бы не так. Во второй лиге и в Кубке регионов играли две разные команды. Общая только эмблема и пару игроков. В остальном солянка. Если посмотреть заявку, играет практически два разных состава. То есть мы как бы не гонимся за двумя зайцами. Одна команда, которая нету профессиональных контрактов, играли на регионах. Все основные команды играют в чемпионате второй лиги. Люди приходят смотреть на партизан, который шумит, скажем, во второй лиге. Команда, которую тренирует Николай Януш. Но здесь это не то. Я знаете, когда в Волковыске мы проиграли 4-3, я чуть не сгорел со стыда. Потому что на самом деле наших ребят было, по-моему, 3 или 4 человека всего. И приезжаю в Волковыск, привозя партизан, того же Николая Януша. Хорошие команды во второй лиге проходят. И приезжают здесь и не может связать два паса. Мне лично как тренеру стыдно. Поэтому не факт, что еще раз я возьмусь за такую авантюру. Третий финал для Ивацевичей стал золотым. Только этот год в Кубке регионов УЕФА не квалификационный. Ничего. Зато будет мотивация защитить титул в 2023. Всегда хочется побеждать. И дай бог в следующем году получится повторить этот успех. И тогда, может быть, пошумим в Европе.